Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, и сейчас мы с вами посмотрим видосик от Ванзая, повторяем уличную еду за 1 доллар со всего мира. И в видосике с едой... Это мое любимое, поэтому поехали смотреть. Всем привет, мы много раз повторяли уличную еду со всего мира, но сегодня повторим супер бюджетный стритфуд. Например, в Венесуэле всего за 1 бакс можно купить кусок сырной пиццы. Мы отправляемся в супермаркет и очень попытаемся вложиться в сумму 1 доллар за 1 кусочек пиццы. Итак, для этого мы купили кусок самого бюджетного сыра, упаковку самой дешевой муки, дрожжи для теста, также на развес немного сахара и соли. Остается взять томатную пасту и можно отправляться на кассу. Пробиваем товары. Итого мы накупили продуктов на 55 гривен, это 2 доллара. Ну что, попытаемся сделать пиццу из этих продуктов. В 350 миллилитров воды высыпаем пакетик сухих дрожжей. И перемешиваем. А чтобы они быстрее заработали, добавим сахар. Открываем упаковку с мукой. И высыпаем ее на силиконовый коврик. Сейчас будем тестами щупать. Посредине делаем кратер. И выливаем в него жидкость. Дрожжи с сахаром. Обязательно солим, чтобы тесто было вкусным. Начинаем замешивать вилкой. А затем руками. Когда хорошенько вымешали тесто, его нужно оставить сходить. А чтобы не обветривалось, накрываем пищевой пленкой. Тем временем в сотейник выдавливаем всю нашу томатную пасту. Разбавляем ее водой и перемешиваем. А также солим. Все, тесто уже взошло. Еще раз хорошенько его проминаем. Нам хватит и половины этого теста. Выкладываем его на пергамент. Сверху припыляем мукой. И раскатываем скалкой. У скалки такой цепь приятный, да? Перекладываем тесто вместе с пергаментом на противень. С помощью специального ножа формируем ровный кусок пиццы. А, огромный кусок пиццы это будет. Оно типа с мою голову примерно. Даже больше. Нет, да. Затем смазываем тесто нашим томатным соусом. Распечатываем наш бюджетный сыр. И натираем его сверху на пиццу. Отправляем пиццу в духовку при 200 градусах. И ждем минут 10, пока она приготовится. Все, готово. На то, что приготовить этот кусок пиццы, у нас ушло 2 доллара. Но у нас кусок пиццы огромный. А те куски пиццы, которые продавались в Венесуэле, были стандартного размера. Поэтому можно смело разрезать наш кусок на две части. Вот теперь каждый кусочек стоит по одному доллару. Давайте попробуем. Это максимально стандартный вкус пиццы. Просто сыр, томатный соус и тесто. Перед вторым походом в магазин я немного передохну и сыграю в Хроники Хаоса. Это онлайн ролевая игра. Из интересных камней обновлений вы только можете активировать фемис. Хенду из 530 тренирует 8 кубиков фруктового. И увидимся в Хрониках Хаоса. В Турции за 1 доллар можно купить 8 кубиков фруктового рахатву кума. Но без орехов. Ну что, давайте попытаемся за 1 доллар сделать даже больше кубиков. Отправляемся в магазин. Я не знаю даже что это. Берем на развес ровно 200 грамм сахара. Ладно, сейчас поймем где я в этом сориентируюсь. Кукурузный крахмал 1 пачка. Самую дешевую сахарную пудру. Самый дешевый вишневый сок. И лимонная кислота. Отправляемся на кассу. Это как желе получается. Пробиваем продукты. И видим на чеке 37 гривен. Это 1 доллар 36 центов. Ну что, давайте из этого простого набора продуктов приготовим вкусный рахат лукум. Выливаем в сотейник пол литра воды. Открываем сахар. И все 200 грамм отправляем в воду. Мега сахарная шаря. Также распечатываем лимонную кислоту. И добавляем для баланса. Сотейник ставим на плиту и перемешиваем, чтобы сахар и лимонная кислота растворились. А также доводим до кипения. Тем временем открываем вишневый сок. И выливаем его в мерный стакан. Этот чпонь был такой чпонь. Распечатываем кукурузный крахмал. И перекладываем все в 4 столовые ложки с горкой. Ого. Это пол пачки получилось, по-моему. А, нет, меньше. Хорошенько все это перемешиваем. Превращая почти в ненитоновскую жидкость. Вливаем в сотейник тонкой струйкой, постоянно перемешивая. Собираю рецепты, собираю в курсе рецепты для кукинг-кстрима нашего. Постепенно масса начинает густеть, поэтому меняем венчик на лопатку. И когда она стала очень густой, ставим на силиконовый коврик 3 квадратных формы. И наполняем их нашей густой вишневой субстанцией. Густая вишневая субстанция. Для стабилизации оставляем в холодильнике на ночь. И на следующий день можно снимать формы. Берег шеверную досточку и нарезаем. Пытаемся сделать ровные кубики. Из-за того, что он такой жиденький, ровный, не очень удобно делать. И сейчас обвалять сахарной пудрой. Да? Да. Теперь смешиваем миски с сахарной пудрой. Я бы слышала с виски, я такая... ...за в три больше крахмала. А еще и крахмал. Поч, 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 поч. Сверху присыпаем наши кубики. Ого, обильно так присыпаем. Обваливаем их со всех сторон. А крахмал можно так просто есть? И турецкие конфеты рахат лукум готовы. У нас получилось приготовить 22 кубика за полтора доллара. То есть дома за один доллар можно приготовить 16 кубиков рахат лукума. Что в два раза дешевле, чем в Турции. На вкус он абсолютно стандартный. Никак не поймешь, что он очень дешевый. Еще за полтора доллара в Токио можно купить один таяки. Это такой панкейк в виде рыбки с начинкой из красной фасоли с сахаром. Итак, в этот раз в магазине нужно купить Упаковку самого дешевого спреда. Что такое спред? Самую дешевую муку, соду, опять сахар на развес и два куриных яйца. Весь этот набор обошелся на 53 гривны. Дополнительно в овощном магазине мы купили красную фасоль за 11 гривен. Общая сумма составила 2 доллара 35 центов. Первым делом распечатываем фасоль. Пересыпаем в пиалку. И заливаем водой. Она замачивалась 2 часа и впитала в себя очень много воды. Переливаем все это в сотейник. Доливаем еще воды. И оставляем вариться на плите 2 часа. А пока достаем остальные продукты и сделаем из них тесто. Раскрываем пачку спреда. Это масло или это маргарин или что это такое? Отрезаем 100 грамм. Похоже на масло. Перекладываем в мини сотейник. И на плиту. Ждем пока он полностью растопится и переливаем в миску. Сверху разбиваем 2 куриных яйца. Кстати, нам повезло и они оказались двойными желтками. Сюда же высыпаем пол пакетика сахара. Немного соды. Подливаем воду и все это хорошенько перемешиваем венчиком. Постепенно добавляем муку и перемешиваем. Делаем так до тех пор, пока тесто не станет в меру густым. И в нем не останется ни единого комочка. С фасоли сливаем жидкость. Высыпаем оставшийся сахар. И погружным блендером измельчаем в пюре. Так вот как это делается. Понемногу вливаем жидкость. Получилась японская паста Анко. Устанавливаем мультипекер в специальные панельки с рыбками. Ой, ну... Ну и ладно. Наполняем формы тестом. У меня есть просто вафельница. Затем в каждую из них понемногу пасты Анко. Анко. И сверху заливаем еще тесто. Я не думала, что оно так просто делается. Закрываем, пусть жарится. Получаются вот такие рыбки. Лишние куски теста отламываем. И съедаем. Две идеальных таяки есть. Самое вкусненькое. Интересно, сколько их получится из всех продуктов. По итогу мы приготовили 16 рыбок. Получается себестоимость одной такой рыбки всего 14 центов. А это в 10 раз дешевле, чем они продаются на улицах Токио. Давайте попробуем. По вкусу это такая полувафля-полупанкейк. Со сладкой фасольевой пастой. Очень вкусная штука. Уже не за горами... Согласитесь, что как минимум для покупки вот этих вот... Как это? Вафельницы плюс фигурки-рыбки это уже какой-то... У меня салют начался за окном. С Новым Годом! И тут Новый Год. Там Новый Год, видимо. Свадьба, наверное, у кого-то. Или день рождения. Или, я не знаю, развод. Ладно, спасибо огромное за прос... А, еще не закончилось. Я что-то о другом хотела сказать. Покупка вот этой вот вафельницы плюс рыбка, плюс работник, плюс... Видимо, долгий салют будет. Плюс стойка места. А в Японии они дорогие довольно-таки. Вот, поэтому... Ну, да, понятно, почему такой оценка. Такой наценка. Новый Год, а у нас есть традиция снимать самые дорогие новогодние столы. И если вы хотите ее продолжить, то пишите в комментариях. Хотим самый дорогой новогодний стол 2022. А также набирайте на этом видео 200 тысяч лайков в кратчайшие сроки. И тогда я обещаю, в следующем видео мы переплюнем все прошлые года. И приготовим просто нереально дорогой новогодний стол. Также подписывайтесь на канал и клацайте на вот этот плейлист. Всем пока. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Видео было, правда, очень интересное. И типа... Теперь у нее все больше и больше желания провести кукань с экстрим. Особенно с такими не очень дорогими и довольно простыми рецептами. Да, да, да. Ладно, еще разочек спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, вы не затопили... Не затопили соседей своим желанием покушаться. Да, и все. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok